В этом году в Сургутском районе отдельным категориям граждан будет предоставлено на безвозмездной основе 19 земельных участков. В прошлом году жители района получили 10 земельных наделов. Об этом и других направлениях реализации программы по улучшению жилищных условий в Сургутском районе рассказал журналистам начальник управления жилищной политики района администрации Сергей Разумов. Процедура выделения земельных участков, отметил Сергей Разумов, сопряжена с определенными сложностями. Нельзя нарушить утвержденные генпланы поселений с зонами жилой застройки, но закон исполнять надо. 19 запланированных на текущий год участков сейчас находятся на этапе согласования в Комитете архитектуры и градостроительства. Формирование идет земельного участка Локосова 1, Лямина 1, Русскинской 1, Сайгатина 1, Солнечном 5, Сатомино 2, Угут 4, Ультиагун 4 и Федоровский 1. Обеспечение жильем детей-сирот также происходит непросто. По закону жилье должно приобретаться в том населенном пункте, где ребенок постоянно проживал до момента его направления в госучреждение. Однако зачастую в этих поселениях не находится капитального жилья, соответствующего всем нормам и требованиям закона. В связи с чем проводятся, естественно, аукционы в других поселениях Сургутского района, где нам рынок позволяет приобрести жилье по данной норме предоставления. В крайнем случае жилье для сирот приобретается в Сургуте. Сергей Разумов подчеркнул, в списках предоставленных органами опеки 30 сирот и обеспечить их качественным жильем – одна из первоочередных задач администрации. Кроме того, в конце текущего года новоселье справят ряд семей Сургутского района, нуждающиеся в жилье как очередники, так и по программе сноса. В Барсово два дома – 50 и 56-квартирный дом, номер 13 и номер 19. Лямино – 48-квартирный дом. Солнечный космонавтов – 159-квартирный дом. И также администрация Сургутского района участвует в долевом строительстве в доме, который строится в Солнечном по улице Таежной. На завершающей стадии строительства находится и 24-квартирный дом в Угуте. Привлекать застройщиков по-прежнему непросто, признаются в администрации. Не каждый способен изыскать средства на возведение обязываемых законом 70% дома. К тому же их не устраивает стоимость квадратного метра жилья. Сейчас квадрат общей площади капитального жилья в районе оценивается в 42 111 рублей. Этот показатель удалось сохранить на уровне первого квартала, что, безусловно, не может не радовать тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. А таких на сегодняшний день в районе 7,5 тысяч.